Если бы мы с вами могли переместиться во времени на три с половиной четыре тысячи лет назад и оказаться в Ханаане, на одной из гор, то нашему взору предстала бы пещера. И в этой пещере, седовласый, измученный жизнью, разочаровавшийся в своих детях старик. Эта пещера находилась недалеко от города Сегор. Этот человек был одет в лохмотье. Одежда его дурно пахла. Все, кто был рядом с ним из живых существ, это две его дочери и два внука, рожденные от него же. На его лице вы могли бы заметить печаль и сожаление о прожитой жизни, о сделанных выборах. А ведь все могло быть иначе. Все когда-то начиналось совершенно иначе. Два мужа. Один из них в возрасте 75, быть может 80 лет. Другой помоложе стояли с другой стороны Иорданской долины, также на горе, и сматривались вдаль. Им предстояло сделать выбор, куда отправиться, где пасти свои стада. Дело в том, что их стада были столь велики, и считали, что они не могли находиться уже более вместе. И нужно было решить, кто из них пойдет направо, другой готов был уйти налево. Кто-то должен был пойти на юг, другой отправился бы на север. И вот младший из них, глядя на прекрасную долину, видите сейчас ее перед своими глазами, он делает свой выбор. Скажите, разве не логичен этот выбор? Если бы вы были человеком, у которого огромные стада, человеком, которому нужно заботиться о том, чтобы эти стада были всегда накормлены и напоены водой, человеком, который уже имел немало средств и хотел бы разбогатеть еще более. Разве мы не выбрали бы для себя вот эту прекрасную долину? Священное Писание говорит нам о том, книга Бытия, 13 глава, что долго сматривался лот и увидел всю окрестность Иорданскую. С 10 текста я читаю. Что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе лот всю окружность Иорданскую окрестность, и двинулся лот к востоку, и отделились они друг от друга. Это выбор логики, это выбор здравого человека, выбор хозяина, выбор того, кто знает, где, когда и как. Нужно совершить сделку, нужно выстроить свой бизнес, чтобы быть в выигрыше. Рядом с ним человек уже в годах, его дядя, который предоставил возможность юноше сделать выбор первому, обернулся в ту сторону, которая досталась ему. Что он чувствовал? Почему он, старец, уважаемый человек, человек, который услышал голос Божий и пошел за этим голосом, позволил этому выскочке, этому юнцу сделать выбор первым? Почему вместо роскошной зеленой долины он вынужден был отправиться в пустынные места, чтобы пасти свои стада? Не правда ли? Здесь это сделать намного сложнее. И растительность более скудная, его практически нет. С точки зрения ведения хозяйства Авраам проиграл. Кто-то скажет, да, наверное, даже по глупости своей проиграл. Ведь мог выбрать первым, мог взять лучше, мог богатеть и дальше. Неслыханную дерзость проявил Лот тем, что не уступил право выбора своему более уважаемому, почитаемому и пожилому дяде. Это неслыханно, чтобы на Востоке юнец не уступил старику, не уступил мудрому человеку. Когда мы некоторое время назад были в Иерусалиме, проходя мимо на рынке, я заметил, что женщина в возрасте арабской национальности торговала, судя по всему, не в том месте. И к ней подошел полицейский. Молодой человек, ему, наверное, лет было 18. И вот он со всем уважением, несмотря на то, что она, в общем-то, принадлежит другой нации, к враждебной для него нации, она исповедует другую религию, враждебную для него религию. Он мягко, кротко, спокойно, с уважением просил ее передвинуть свои пучки с зеленью в место, где можно торговать по закону. И вот он стоял возле нее минут 10. Вокруг уже весь рынок бурлит. На него что-то кричат, ругаются. Видно, арабы недовольны, они выражают свое недовольствие. А он спокойно, мягко, уверенно упрашивал эту женщину, чтобы она перенесла свою зелень в положенное место. И она это сделала. Это уважение к старшим, это уважение к взрослым, уважение к человеку, который прожил больше, нежели ты. Человеку, который что-то уже познал в жизни. Бог говорит нам о том, что мы обязаны почитать старших. Даже если, быть может, нам кажется, что мы умнее и современнее их. Даже если, быть может, нам кажется, что они глупее в десятки раз, нежели мы. Лот забыл об этом правиле. Ему хотелось сделать выбор первым. И мы видим с вами, читаем дальше, что Авраам, Лот избрал себе долину, Авраам стал жить на земле Ханаанской и раскинул Лот свои шатры в окрестностях до самого Содома. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле этой, в долготу и в ширину ее, ибо я дам тебе ее. И вот Авраам, вглядываясь в бесконечные просторы песка, верою, что когда-то его потомство будет таким же бесчетным, как этот песок, отправляется для того, чтобы пройти землю, которую обещает Бог, в долготу и в ширину. А Лот остается наслаждаться лучшим правильным выбором. Ведь мог Авраам настоять на своем. Ведь мог он приструнить юнца. Он имел на это право. Закон был на его стороне. Но Авраам выбрал смирение. Тогда, когда был прав, он выбрал кротость. Тогда, когда мог наказать, он выбрал терпение. Мы читаем дальше эту историю и видим, как характеризует Лот эту землю. Когда Лот увидел эту землю, он невольно сравнил ее с садом Господним, с землей египетской. Настолько плодородной была эта земля, настолько красивая она была, настолько привлекательная. И внизу в этой долине располагались пять городов. К одному из них Лот направил свои стада и расставил свои шатры до ворот этого города, до стен города Содома. Я не знаю, какими принципами он руководствовался, когда выбирал эту землю. Но, наверное, все они логичны. У большого города лучше вести бизнес. Долина орошалась водой и ордана. Долина была плодородной, это значит богатый урожай. Большой город это хороший рынок сбыта. Всегда лучше жить у большого города, ведь он более развит. Ты находишься в центре цивилизации, ты идешь в ногу со временем, ты неотсталый человек. Конечно же, возможность в будущем женить либо выдать замуж своих детей. Где более привлекательно? Возле большого города или в пустыне, где практически нет жителей? Богатство, власть, уважение это то, что привлекали Лота, это то, к чему он стремился всем своим сердцем. Поэтому, наверное, практически не задумываясь, он сделал выбор в пользу Иорданской долины. Может быть, он думал еще и о том, что он будет проповедовать в этом городе. Он сможет рассказать жителям этого города о Боге, о Боге живом, о Боге истинном, единственном Боге, которому стоит поклоняться. Хорошая цель. Логические и выверенные мечты. Но, когда мы обращаем внимание дальше, мы видим, что вместо того, чтобы влиять на Содом, мы видим, как Содом влияет на Лота. Обратите внимание, Бытие 13, глава 12, текст, говорит о том, что Лот раскинул свои шатры до Содома. Когда мы читаем историю о войне между царями долины Иорданской, о том, как Лот был уведен в плен со всем своим имуществом и с женой и с детьми, написано Бытие 14, 12, что Лот уже к тому времени жил внутри города. Он уже жил в Содоме. Мы не знаем, как много времени прошло с тех пор, как Лот переселился внутрь города. И когда мы читаем уже 19 главу книги Бытия, 16 текст, мы видим с вами, что Содом уже живет внутри Лота. Небольшой промежуток времени прошел. Библия показывает нам хронологию, что между выходом Авраама и Лота из Ханаана и разрушением Содома и Гоморы прошло всего лишь 24 года. И Лот уже другой. В его сердце уже Содом. это небольшой промежуток времени. Если мы посмотрим на некоторые другие детали, мы можем увидеть, что вероятнее всего не более 13-15 лет прожил Лот внутри этого города. Но как сильно этот город смог повлиять на него? Лот характеризует этот город как прекрасную долину, как сад Господен. А Бог дает совершенно другую характеристику этому городу, этой долине. Бог говорит о том, что в 13-й главе мы читаем, что в 13-м тексте жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Оценка человека это прекрасная земля, это лучшая земля, где можно пасти свои стада и устраивать свою жизнь. Оценка Бога люди были злы, они делали зло, они были грешны в очах Божьих. Этот текст перекликается с Божьей характеристикой мира перед потопом. Люди были злы во всякое время. Лот подобно Еве увидел красоту, внешнюю красоту и не смог устоять. Он не выдержал. Священное Писание дает несколько ярких, емких характеристик народа и города, жившего в нем. Во втором послании Петра, 2 главе 6 по 9 текст, Петр пишет, что город этот был наполнен неистовым развратом. И когда мы читаем историю из бытия 19, 4 по 9 текст, историю о том, как ангелы пришли в этот город, они стали свидетелями этого разврата. Когда все мужчины написано от малого до великого. Вот пришелец и ты хочешь судить нас, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему к лоту и подошли, чтобы выломать дверь. А 4 текст говорит нам о том, что еще жители не легли, лот со своими гостями лег спать, как жители Содома, от малого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. Священное Писание называет их поступок неистовым развратом. Когда мы смотрим сегодня на мир, в котором мы живем, мы видим, что этот неистовый разврат, который царил в Содоме и Гаморе, все больше и больше набирает популярность в наше с вами время. Более 11 стран сегодня узаконили однополые браки. Только в этом году еще четыре страны в своих парламентах будут обсуждать вопрос о узаконивании однополых браков. Мало того, что эти браки узаконили однополым родителям разрешают брать детей на воспитание, тем самым прививая у них тоже отношение к браку и к брачному союзу. Неистовый разврат, о котором говорит апостол Петр о Содоме и Гаморре. Это не грех прошлого. Это то, с чем нам придется сталкиваться в будущем. И уже мы сталкиваемся в настоящем. Это то, против чего мы должны с вами выступить и сказать открыто. Бог осуждает это. Бог не терпит таких отношений. Если мы открываем с вами книгу пророка Иезекииля, 16 главу 49 по 50 текст, то пророк очень четко и ясно показывает, за какие грехи был уничтожен народ Содома и Гаморы. Гордость, пресыщение, праздность и незабота о бедных или игнорирование бедных и нищих. Мы видим, как в истории избытия 19 главы все эти пороки или грехи проявились в день посещения этого города ангелами. Бытие 19 19 говорит нам о том, что люди не вняли совету Лота. Они говорили, ты пришелец и ты еще будешь учить нас. Как ты смеешь? Кто ты такой? Несмотря на то, что Лот уже давно жил среди них, они помнили или они вспомнили о том, что он пришелец, что он не такой, потому что он решил обличить их. Он решил сказать им правду. Друзья, то, что вы творите, это грех, это беззаконие, нельзя так поступать. И они что сказали в ответ? Сейчас мы с тобой поступим так же, как с ними, и еще и хуже будет для тебя. Гордость, как кто-то сказал, бесконечно маленькие люди имеет бесконечно великую гордость. Грешному человеку свойственна гордость. Но жители этого города, судя по всему, особо, особо были горды собой и своими поступками. Дальше мы читаем о пресыщении. Косвенно об этом написано в Бытие 13.10. Эта долина была настолько плодородной, настолько хороший климат там был, что не нужно было, наверное, особых усилий, чтобы получить хороший урожай. Не нужно было принимать каких-то особых усилий, чтобы разбогатеть. Эти люди, они присытились, они почувствовали чувство, они испытывали чувство равнодушия. Они были чрезмерно удовлетворены своими потребностями. Они не испытывали радости от достигнутого. Следующее, о чем говорит пророк Езекииль, это праздность. Скажите, пожалуйста, если весь народ города среди ночи собирается на какие-то игрища, разве это не знак того, что днем, возможно, они не очень тяжело трудились? Если бы мы с вами с утра до вечера отработали, то кто бы из нас имел еще силы всю ночь блуждать по городу для того, чтобы веселиться? Жители Содома находились в праздности. Они не уставали от тяжелого труда. Они были присыщены. Они имели все, что хотели. И поэтому в праздности они искали новых удовольствий. Они искали новых развлечений. Пророк не зря обращает наше внимание на грехи Содома и Гоморы. Он увещевает и предупреждает нас. Будьте внимательны. Не допустите, чтобы в ваших семьях происходило то же. Мы можем вспомнить наше детство. Как часто в детстве, в советском детстве, мы могли позволить себе обычные на сегодняшний день вещи. Кушать мороженое. Как часто мы могли себе позволить в новой одежде в лужах полоскаться и менять одежду каждые два часа. Пришел мокрый домой, грязный переоделся, снова пошел и так по нескольку раз на день. Как часто мы могли себе позволить выбросить продукты питания в мусорное ведро. я не говорю о том, что все мы жили нищим. Нет. Мы не были нищими. Но было какое-то чувство ответственности, что если у тебя на столе осталась пища, то если нет животных и некому ее отдать, то возможно ее можно будет скушать попозже. Я помню всегда в саду говорили нам нужно доедать все до конца, нельзя кашу оставлять. Сегодня чаще говорят, да ничего, не хочешь, не ешь, дадим что-нибудь другое. У нас возможно и было много одежды. Нам как-то было стыдно перед родителями. Ну как это мать твоя будет по несколько раз в день стоять и стирать твою грязную одежду? Сегодня мы живем в другом мире. Сегодня мы так не нуждаемся. Но мы по крайней мере хоть впитали взрослый какой-то урок из нашего детства. А что впитывают сегодня наши дети? Иногда я задумываюсь смотря на своих сыновей. Когда супруга поставит на стол какое-то блюдо и нам это не нравится мы хотим другое. Или может какую-то другую кашу. Нет эту кашу я не буду. Этот салат мне не нравится. Это мне не подходит. Как часто мы встречаем детей которые уже с такого возраста говорят так и в их мечтах одни вещи. Папа вот я хочу чтобы у меня был айфон или еще что-то. Это неплохо что дети чего-то хотят о чем-то мечтают. Но задумываются ли они какой ценой все это достается. Задумываются ли они что отказываясь или выбирая ту или иную пищу или выбрасывая ее в мусорное ведро. они превращаются в людей которые присыщаются которые не испытывают чувства нужды которые не понимают чего стоит этот рубль. Я не хочу идеализировать советское прошлое и сильно омрачать наше нынешнее время но мне кажется нам нужно нужно бить в набат и внимательно быть к тому что происходит с нами что происходит с нашими детьми. Чтобы по ночам им не хотелось бродить по клубам по барам по ресторанам по дискотекам они должны быть с детства приучены к труду. Они должны с детства понимать что хлеб достается нелегко не просто пришел взял денежку у папы и мамы что нужно приложить усилия когда человек трудится у него меньше времени для того чтобы вести праздную жизнь нам нужно приучить своих детей к труду иначе мы пожнем с вами то же что пожал лот мы придем к тому же к чему пришел Содом и Гамора и чем дальше тем больше этих искушений будет тем сложнее нам будет достучаться до сердец наших детей история с лотом продолжается и когда ангелы пришли к нему он вынужден был позвать своих детей чтобы они вышли вместе с ним и вы помните их реакцию он пришел к ним а они что сделали они подумали он шутит несложно поверить что лот был клоуном или шутом но когда-то он не прислушался к мнению старшего когда-то он позволил себе пойти впереди Авраам пренебречь этим принципом уважения к старшему и в тот момент он пожинал плоды своего выбора судя по всему его зятья они очень серьезно к нему относились я не думаю что возможно сказать слова о том что город сегодня будет разрушен как-то с иронией или шуткой вероятнее всего слова лота или сам лот как человек более старший давно уже был не авторитетом для его детей они давно уже судя по всему не уважали его и быть может и других взрослых в евангелии от луки 17 главе 32 тексте запрещено напоминание нам о том чтобы мы вспоминали жену лотова один из кратких стихов библии вспоминайте жену лотову для чего нам вспоминать эту женщину разве она как Сара называла своего мужа господином разве она как другие женщины была найдена в храме молящейся перед богом и просящим о помощи или быть может она отдала своего сына на воспитание пророка чем запомнилась эта женщина братья и сестры зачем нам вспоминать ее она запомнилась своим безрассудством своим пренебрежением к обязанности матери Содом не просто жил в ее сердце она не могла представить себе жизнь без этого города мы знаем с вами каких дочерей она воспитала ее дочери были пропитаны тем развратом тем неистовым развратом который царил в этом городе конечно же мы не возлагаем вину за поступки дочерей на эту женщину но она внесла в свой вклад в то чтобы в тот ужасный поступок который они в будущем совершили с отцом мы запомнила эту женщину потому что она обернулась назад и осталась вместе с Содомом и Гоморрой насегда стоять как соляной столб если мы с вами идем за Богом то лучше не оборачиваться назад лучше смотреть вперед смотреть до того кто ведет нас потому что обернувшись назад мы начнем сомневаться и появится тот кто внесет в наше сердце это сомнение история семьи Лота это урок всем нам урок о том к чему может привести неправильный выбор урок о том к чему мы можем привести наших с вами детей если будем позволять себе не уважать старших если будем позволять себе в присутствии детей оскорблять оскорблять взрослых если мы будем всегда при выборе руководствоваться только человеческими какими-то принципами и факторами разумными да разумными но к чему оно приведет после трагедии 11 сентября 2001 года в одной из студий брали интервью у дочери Билли Грэма Джейн Клейсон ей задали вопрос как Бог мог позволить такому случиться на что Анна Грэм дала очень глубокий проницательный ответ она сказала я верю что Бог так же как и мы глубоко скорбит о том что произошло но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ из нашего правительства из нашей жизни я думаю что Бог будучи джентльменом просто уступил можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты если мы при этом требуем чтобы он нас оставил давайте вспомним говорит она по-моему все началось когда Мэдлин Мюррей Охара заявила о том что в школе не место о молитве и мы сказали хорошо потом кто-то сказал что лучше бы в школе не читать Библию в которой написано не убивай не кради возлюби ближнего своего как самого себя и мы сказали хорошо затем доктор Бенджамин Спок сказал что нам не следует применять телесное наказание к нашим детям когда они плохо себя ведут потому что этим мы повредим их маленьким личностям мы можем испортить их чувство собственного достоинства мы сказали он специалист и мы знаем о чем он говорит и мы сказали хорошо затем кто-то сказал давайте разрешим нашим дочерям делать аборты если они этого хотят им даже не придется рассказывать об этом своим родителям и мы согласились с этим затем кто-то очень мудрый из членов школьного совета сказал а мальчишки они всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься давайте им раздадим то что необходимо чтобы они могли развлекаться где угодно и как угодно и нам не придется рассказывать их родителям о том что они творят в школе и мы все согласились хорошо потом кто-то кому-то из нас выпал жребий верховной власти сказать что не важно что у нас в частной жизни творится если мы хорошо делаем свою работу и соглашаясь с этим мы сказали что нам не важно кто включая и президента чем в частной жизни занимается если у нас есть работа и с экономикой нашей стране все в порядке тогда кто-то сказал давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической высокой оценкой красоты женского тела и мы сказали хорошо тогда некоторые пошли дальше и они стали публиковать эти фотографии в интернете и затем публиковать фотографии детей и мы снова сказали хорошо у каждого есть свобода слова затем индустрия развлечений сказала давайте делать фильмы и телепрограммы пропагандирующие насилие богохульство и запрещенные половые отношения и давайте записывать музыку поощряющую употребление наркотиков изнасилования убийства самоубийства и сатанизм и мы сказали это всего лишь развлечение негативного эффекта эта музыка не несет эти фильмы никто всерьез не воспринимает давайте продолжать в том же духе и теперь мы спрашиваем себя почему у наших детей нет совести почему они не могут отличать плохое от хорошего почему они не задумываясь убивают незнакомцев своих одноклассников и самих себя возможно если мы всерьез и надолго задумаемся то мы сможем разобраться я думаю что сделает здесь в том что что посеет человек то и пожнет мы должны с вами быть честны к самому себе каждый из вас знает что происходит в наших семьях что происходит у нас в отношениях с Богом почему слова газет журналов телефильмов телепередач на нас оказывают большее влияние и мы верим им больше нежели словам священного писания мы читаем простые истины истины из жизни двух библейских героев каждый из них делал свой выбор мы не видим что жизнь Авраама Авраама в отличие от жизни Лота была более легкой я не думаю что ему легче было бродиться среди этих бескрайних пустынь мы видим что и он немало ошибок совершил в своей жизни но когда мы с вами обращаем внимание на Бытие 15-17 откройте пожалуйста этот текст мы видим дым мы видим огонь Бытие 15-17 когда солнце зашло и наступила тьма вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными в этот день заключил Господь завет с Авраамом мы видим что Авраам поступая нелогично уступая лоту права выбора оказавшись в проигрыше с человеческой точки зрения он идет верой за своим Богом и он видит этот дым он видит этот столб огня который проходит между рассеченными животными он знает Бог с ним Бог заключил с ним завет и он будет вести его если он будет послушан его глаз в бытие 19-28 мы вновь встречаемся с огнем бытие 19-28 и посмотрел Авраам к Содому и Гаморе и на все пространство окрестности и увидел вот дым поднимается с земли дым как из печи только это дым уже горе это дым который похоронил все мечты и надежды Лота это дым от огня который сжег сжег родственников Лота оставшихся в этом городе сжег все его имущество весь его скот его дома все его сбережения в этом дыму осталась жена Лота какой ценой ценой выбора однажды сделавшего наверное не обдуман второе послание Петра 2 глава 8 текст апостол Петр нам подсказывает как бы что Лот в общем-то наверное и праведником был потому что ради-то него Господь сохранил этот город откройте эти тексты и посмотрите что Лоту неуютно жилось в этом городе он мучился да написано что он терзался он он мучился от этого беззакония которое видел но при этом когда ангелы выводили его и предупредили его о том что город будет уничтожен как вел себя Лот написано что он медлил и ангелу пришлось взять его его дочерей и жен за руку чтобы вывести побыстрее из этого города мы можем мучиться от греха мы можем мучиться от беззакония которое есть которое происходит вокруг нас от беззакония которое и грех и привычки быть может которые есть в нашей жизни но если мы их не оставим если они не будут сожжены огнем если мы не выйдем если мы не уйдем от них мы погибнем вместе с ними нужно это оставить нужно оставить там на погибель а самим быть спасены спасенными ангелами Лот мечтал о потомстве и в пещере у него родилось два сына от которых народ Божий терпел долгое время и сыновья эти запомнились в истории как основатели народов беззаконников Авраам дождался обещанного сына несмотря на то что изначально оказалось что он в проигрыше друзья пусть это история с городом Содомом и Гоморрой пусть это история из жизни Лота заставит нас подумать куда сегодня мы идем чем мы руководствуемся когда делаем выбор каждому из нас приходится выбирать место жительства мы выбираем профессию мы выбираем себе спутника жизни вспоминайте слова вспоминай жену Лотову спутник жизни будущий супруг или супруга может оказывать колоссальное влияние на каждого из нас чем мы руководствуемся когда выбираем место работы или место жительства только лишь какими-то человеческими принципами это будет выгодно это будет удобно это позволит мне быстрее разбогатеть это позволит обеспечить хорошее будущее моим детям это то о чем думал Лот это разумно с точки зрения мира но Бог говорит советуйтесь со мной это просто спрашивайте у меня живите верой в Израиле есть так называемый остров мира остров который образовался слиянием реки Ярмук небольшого притока и самой реки Иордан и он находился на территории Израиля однако после заключения мирного договора между Израилем и Иорданией в 1994 году этот остров он был передан как бы во владение Иордании но евреям позволялось свободно приходить на этот остров он в общем-то со всех сторон был обнесен колючей проволокой один небольшой проход и все желающие евреи могли приходить на этот остров еще этот остров знаменателен тем что один из русских эмигрантов который эмигрировал в 1905 году в Израиль на этом острове построил первую гидроэлектростанцию и она до сегодняшнего дня сохранилась правда она не работает сегодня так вот 13 марта 1997 года спустя три года после заключения мирного договора в ясное весеннее утро на этот остров прибыла большая группа школьниц 51 человек из религиозной школы города Бейт-Шехем для многих из этих детей эта поездка была редкой возможностью вырваться на простор потому что большинство из них было из небогатых и многодетных семей в метрах 30 от площадки где дети осматривали скажем этот остров стоял полицейский или пограничный джип пограничных войск Иордании вскоре из этого джипа вышел с автоматом 26-летний водитель Ахмед Муса Мустафа Дакмаса Он приехал на эту заставу с каким-то грузом никому непонятным и направился к этим девочкам две обоймы патронов семь девочек с этого острова никогда не вернулись эта ситуация накалила обстановку между Израилем и Иорданией до предела вновь могла начаться война я не говорю уже о том горе и боли которую испытывали родители этих девочек король Иордании Хусейн в срочном порядке прерывает свой визит в Испанию отменяет визит в Штаты и упрашивает президента Израиля позволить ему прибыть на территорию страны Израиль он отправляется в семьи погибших девочек и на коленях стоит перед их родителями прося о помощи прося о прощении и выражая свое соболезнование снимки короля стоящего на коленях перед родителями погибших обошли тогда весь мир его поступок тронул сердца родителей Израиль не начал войну и до сегодняшнего дня между Израилем и Орданией подписан мирный договор священное писание говорит что посеет человек то и пожнет лот сеял в плоть лот сеял в грех и беззаконие и он пожал урожай но этой земле не всегда этот принцип срабатывает мы тоже с вами можем сеять в грех человечество посеяло грех на земле но пожал за нас Христос придя на эту землю он зашел на крест чтобы пожать плоды греха плоды каждого из нас весь ужас греха он пожал для того чтобы мы могли пожать всю прелесть благодати и прощения даже объятый мраком греха Христос на кресте продолжал молиться о мире и прощении что сеем сегодня мы в своей жизни какой выбор делаем мы чем руководствуемся пусть Господь благословит нас и сохранит от участи Содома и Гаморры Редактор субтитров